Доброго времени суток, дамы и господа, и я вас поздравляю. Сегодня, 1 февраля, стартанула торговая лавка. И так как это событие довольно-таки недавнее, прошло всего-то 5 часов с момента её старта, у людей возникает очень-очень много вопросов касательно получения наград, касательно функционала и касательно вообще того, что это за полоса с наградами в тот момент, когда мы открываем путеводитель по приключениям и как ты уже за такое короткое время получил тигра. Разберём всё поэтапно и давайте начнём с самого последнего вопроса, да? Откуда получить этого тигра? Тигр под названием Аш Адар, Вестник Рассвета, имеющий 2 раскраски, днём он жёлтый, ночью он белый. Как мы видим, я на текущий момент сижу на жёлтом тигре и Shadow Power, ND Amage тоже сидит тут рядом, притесался, затаился. Вот, он на текущий момент тоже жёлтый. В тот момент, когда по серверному времени будет ночь, тигр станет белым. Круто? Да, круто, то есть 2 в 1. И иконка у него совмещенная, если внимательно глянуть на иконку призыва маунта, то это можно увидеть. Окей. Теперь же, как его получить? Мы открываем путеводители по приключениям, и в путеводителе по приключениям мы видим полосу, если она у вас ещё не сделана. Набрав 1000 очков, вы получаете этого тигра. Также за каждые 200 собранных очков вы получаете 100 торговых жетонов, но об этом чуточку позже. Для того, чтобы получать очки для заполнения полоски, нужно делать разные задания. Мы можем делать задания с профессией, мы можем делать задания с праздников, но они пока что ещё не свертанули. Что удобно, пишется, с какого по какое число нужно делать тот или иной праздник. Подземелья и рейды. Засчитываются рейдовые боссы даже старого контента. Торговая лавка, она работает даже у тех, у кого Dragonflight не куплен, то есть она адаптирована для таких людей. Особые, то есть тоже можно что-то найти. Задания. Локалки. Обычные задания. PvP локалки. Обычные задания, которые нужны для хранительной мудрости. Окей. Битвы питомцев. Тоже есть разные ачивы. PvP. Любите PvP? Дерзайте. PvPшные локалки. Набор Хонора. Вины. Просто ДФ. То есть всё-всё-всё вообще можно набрать очень легко. Рекомендую вам сделать суп, осаду и локалки. Сегодня среда, как раз ресет. Стартуйте. Ещё и задания на профессии. Не забудьте о них. И сделав вот так вот всё-всё-всё, вы наберёте тысячу и всё. Закройте месячную награду, получите тигра. Чтобы получить тигра, нужно прийти к сундуку, который стоит у торговой лавки. Спущусь чуть пониже и покажу его. Вот он он. Людей тут дизмаунтит. То есть на маунтах тут сидеть просто-напросто нельзя. В тот момент, когда мы заходим вообще в игру впервые, начиная с сегодняшнего дня, нам дадут вводный квест. За этот вводный квест мы получим 500 торговых жетонов. Это основная валюта в этой торговой лавке. Также, если у вас имеется купленный Dragonflight любого издания, то вы получаете достижения, а ещё 500 торговых жетонов. Также вы получаете ещё 500 в тот момент, когда вы лутываете ежемесячно этот сундучок. При условии, если ваш аккаунт имеет хорошую репутацию. Ну а также за наполнение полосы мы получаем 500. Суть такова, то что в первый месяц, то есть в текущий, да, в февраль, мы получаем целых 2000 торговых жетонов. Следующие месяца мы будем получать по 1000. То есть открытие сундука и заполнение полосы. Теперь же на что можно потратить торговые жетоны? Торговые жетоны тратятся у мопца, найти тут его, на разные награды. Маунт уже куплен за 900, поэтому у меня осталось всего лишь 1100. То есть 2000 минус 900 равно 1100. Питомца я решил заморозить до следующего месяца. Если там будет питомец уже, чем этот, я куплю этого питомца. А также куплю того маунта, который будет там. В общем, думаю на будущее, так сказать. Да, конечно, ради пополнения коллекции можно вроде как и сразу купить этого питомца, но он никуда не убежит. Он находится в статусе заморозка и всё по факту окей. То есть думаем с умом, думаем как тратить эти жетоны. И не стоит их тратить на те вещи, которые вы, например, использовать вообще не будете. Также довольно-таки популярный вопрос касательно торговых жетонов. А будут ли они сохраняться на следующий месяц? Я думаю да, потому что, ну, это было бы нечестно. Мы ведь можем замораживать награды до следующего месяца? Можем. Поэтому и жетоны по факту, по-хорошему должны тоже сохраняться. Далее валюта является формата аккаунт-вайт. То есть если у нас 1100, например, на мейне, то и 1100 будет на твинке. И они связаны между собой, синхронизированы. И тратятся как бы со всех персов при покупке любого предмета. На все вопросы ответил, касательно получения маунта рассказал. Видос, думаю, максимально для вас полезный. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!